Память великого князя Михаила Александровича, брата царя-страстотерпца Николая II, почтили на Брянской земле. Великий князь владел землями, сейчас находящимися на территории Брасовского района. Накануне там состоялись торжества, посвященные Дому Романовых. Дорогой владыка, от души вас просим помолиться с нами в этом храме Божьем. В храме новомучников и исповедников церкви русской поселка Локоть состоялось архипастерское богослужение. Литургию предварил молебен перед иконой святых царственных старстотерпцев. На нем присутствовали губернатор области Александр Богомас, председатель Брянской областной думы Владимир Попков, руководство Брянска и Брасовского района, а также другие почетные гости. В этот торжественный день мое сердце преисполняет чувство особой радости, потому что мы с вами находимся в историческом месте Дворцовой площади, где в конце 19-го, начале 20-го веков находилась усадьба великого князя Михаила Романова. Младший брат императора Николая II был причислен к лику святых русской православной церковью за рубежом и был первым из 18 представителей императорского дома Романовых, которые были убиты в 1918-1919 годах. В Брянской епархии стала традицией в память о Михаиле Романове проводить торжество под сенью Брасовских аллей. Слава Богу, мы сейчас имеем удивительную возможность молиться, мы имеем возможность исповедовать веру крестовую, мы можем идти крестными ходами, мы можем идти радоваться. И мне кажется, мы все с вами, все, которые собрались, должны своим соседям, своим друзьям рассказать о том, какое благодатное и радостное сегодня у нас мероприятие. Также Анна Громова рассказала о том, что помимо сохранения памяти об императорской семье, фонд занимается возрождением усадеб, которые принадлежали известнейшим людям своего времени. Праздник украсило театрализованное представление. По Брасовским аллеям прогуливались гости, дамы в изящных платьях, а также актер, играющий роль самого князя Михаила Александровича. В солнечный погожий день на празднике играла музыка, звучали песни, шумели ярмарочные ряды. А любители истории приняли участие в четвертых хороведческих чтениях «Брасовский край. История и современность». Я искренне рад тому, что Дни дома Романовых собирает столько гостей. Участие в таких праздниках – знак того, что наша историческая память еще жива. Она передается из поколения в поколение. А значит, ничто извне не сможет сломить нашу главную покору – святую отеческую православную веру. К празднику присоединились участники традиционного крестного хода в память о великом князе Михаиле Александровиче Романове. Они прошли путь длиной в 12 километров от Богородицкой плащанской мужской пустыни.